Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дуже боляче для мене було Але Надіюсь, що в майбутньому Моє рідне місто звільнять Я повернуся додому Я з Херсонщини, з село Чорнобаєвка У нас в гостях сьогодні є Боєць добровольчого корпусу Правий сектор Другнайк который сейчас проживает на реабилитации в Тернополе, который учился в нашу школу и также делится своим добрым опытом в войне Росии против Украины. Он является одним из первых боев в первом экипаж, который выехал 24 лютого на передовую. Он получил там некоторый час, получил поранение, ставши на мину, ему отрывало стопу. Но он быстро прожил реабилитацию, получил за месяц протез и вернулся назад на боевые позиции. Это его желание, таких людей мало, честь и слава таким хлопцем. Я сразу знал, что я быстро вернусь, еще хлопцы сразу в лекарню приехали, говорят, что не успешите мои речи, я через месяц-два буду назад. Ходил, заставил лекарей, что может уже пора сделать протез, еще что-то сделать, они сказали, что нет. Был на полегливый, были шокованы. Я, конечно, ходил с них, троехали прикалывался, потому что они все сумные ходили. Просил линейку дати, чтобы помирить, чи нога отростаёт. Переважно люди с ампутацией сразу падают духом, життя окончилось, инвалид. А у меня троехали наоборот. Я инвалид, теперь маю место, где парковаться всегда. Пенсия в 28 лет, тоже непогано. А так будет, например, несучи стяну разбитый. Это треба, не знаю, сколько это выстрелят. Раніше, конечно, вишколи были, також допомагали в проведенні их, в проведенні вишколи. Было больше людей, зараз большая часть из них воюет на фронте. Даже если война будет, а людина не будет воювати, все равно с ней торкнется. Те саме прильоти ракет, мінуметные взрывы, как выглядит мина. Эта группа, которая была сегодня, занималась местным альпинизмом. В разе того, чтобы не так, чтобы воювать, а чтобы попадать ракета в поведенок. С третьего поверха треба кого-то эвакуироваться. Люди мают опыт, как собраться, как спуститься и уничтожить человека. Война доткнется к каждому, но брать звуки оружия воювати, или просто мать знания про это, это уже разные вещи. Продолжение следует... Продолжение следует...